Принимая во внимание мнение общества в вопросе об увеличении кадастровой стоимости недвижимости с 1 января 2022 года, Министерство юстиции предлагает установить необлагаемый минимум 100 тысяч евро при уплате налога на недвижимость за каждого задекларированного жителя на данной площади. Об этом сообщил министр юстиции Янис Борденс. Например, если кадастровая стоимость объекта составляет 300 тысяч евро и задекларировано 2 человека, то необлагаемый минимум составит 200 тысяч, а налог будет уплачиваться с остатка, то есть со 100 тысяч евро. Выходит, что сумма налога при сниженном коэффициенте 0,2% составит около 10 тысяч евро. Глава Минюста также подчеркнул, что предложенный вариант согласуется с нормой Конституции Латвийской Республики о праве на жилье, так как для 95% жителей страны сумма налога составит 0 евро. Напомню, Министерство юстиции и Государственная земельная служба разработали проект новой кадастровой стоимости недвижимости. Если эти поправки будут поддержаны, то с 1 января 2022 года кадастровая стоимость недвижимости возрастет в несколько раз. Государство выступит гарантом по займам в коммерческих банках, взятых для улучшения энергоэффективности частного дома. Финансовая поддержка будет оказываться при работах по обновлению дома, в том числе ограждающих конструкций, при перестройке или проведении инженерных систем и при установке нового бойлера. На программу повышения энергоэффективности индивидуальных домов выделено 355 500 евро из Государственного фонда энергоэффективности и 2 миллиона евро из резервного капитала финансового учреждения развития «Алтум». Планируется, что каждый год будет выдаваться примерно 250 подобных займов. Чтобы получить кредит на утепление дома с гарантией «Алтум», хозяин должен обратиться в кредитное учреждение, у которого заключен договор с «Алтум». Гарантийная ставка будет до 37% от суммы займа, но не более 40 000 евро. Гарантийный срок не будет превышать 10 лет. До выдачи займа «Алтум» проведет проверку энергоэффективности здания, чтобы убедиться в том, что в результате ремонтных работ расходы тепловой энергии на отопление уменьшатся минимум на 20%. Безработные смогут получать 200 евро в месяц за общественные работы. При этом государство будет носить за них обязательные социальные взносы. Такую меру поддержки на время кризиса и стабилизации экономической ситуации предложило Министерство благосостояния. В рамках этой программы планируется создать новые временные рабочие места для тех безработных, которые не получают пособия по безработице. Сейчас субсидируются главным образом новые рабочие места, на которых устроились долговременные безработные или безработные с инвалидностью. Они будут субсидироваться до двух лет. Согласно новым правилам, при трудоустройстве безработных работодатель может до четырех месяцев получать субсидии в размере 50% зарплаты трудоустроенного, но не более 430 евро в месяц. Студенты вузов и колледжей, учащиеся очно и получившие статус безработных, смогут участвовать в мероприятиях по развитию исследовательских, организаторских навыков и умений в сфере IT-технологий. За участие в них студенты будут получать стипендию в размере 10 евро за каждое занятие. Такая поддержка студентов предусмотрена в течение шести месяцев. За прошедшие сутки в Латвии сделано 1886 тестов на COVID-19. В результате было выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Госпитализирован один пациент с COVID-19. Таким образом, в настоящее время в больницах страны лечится 3 человека с заболеванием средней тяжести. Из стационара выписаны 190 человек, переболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в Латвии сделано 195 331 тест, выявлено 1224 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умер 31. Обращаем ваше внимание, с 1 августа лица, прибывающие из России и Беларуси на личном автотранспорте при пересечении границы должны будут заполнять декларацию о соблюдении самоизоляции. Также они обязаны будут предоставлять свои данные Государственной пограничной охране или Центру профилактики и контроля заболеваний. С 16 июля это требование уже действует в отношении всех въезжающих в Латвию международным пассажирским транспортом. Реализация проекта по строительству новой котельной на ТЭЦ-3 на грани провала. Кто за это ответственен? Прежде всего, руководитель проекта и тот, кто курировал работу до окопа сил Тунтыкли. Практически до июля 2019 года этим человеком был тогда еще мэр города господин Элксниш, затем исполнительный директор самоуправления, который напрямую подчиняется председателю мэрии. Но вместо того, чтобы признать допущенные ошибки, помочь выровнять ситуацию и не потерять 5 миллионов евро, виноватым, судя по всему, решили сделать предприятие СПК. Именно на его территории находилась часть оборудования, предназначенная для новой котельной. Но если депутат Думы Андрей Элксниш узрел в этом мировой заговор, то член правления Дагопол Силтум Тикли Олеся Душкевича отметила, что никакого злого умысла в этом нет. Это оборудование, которое произведено для строительства котельной, да, это экономайзер. Планировалось, что уже зимой их может быть установлено на строительной площадке, но поскольку затянулись вопросы санации, да, и поэтому искали место, где можно поставить. Я предоставила многие телефонные номера, да, в том числе и муниципальных предприятий. И дальше уже Аксид Тэч сами связывались с представителями предприятия, искали место, где они могут разместить свое оборудование. А, то есть это, ну, нет такого преступной-преступной какая-то халатности или заговора, сговора, или что? Ну, ну, я думаю, что здесь не надо искать какие-то подводные камни. Когда мы это не скрывали, мы, в принципе, даже думское телевидение привозили мне, если я не ошибаюсь, наверное, в январе или феврале, и мы показывали, что оборудование уже находится в Таутусе, никто эту информацию ни от кого не скрывал. Что примечательно, 28 января этого года телевизионная студия Дагубинской городской думы, снимая сюжет о проекте, проводила съемки, в том числе и на территории СПК. Но тогда складирование оборудования на территории предприятия вопросов у мэра Элксниша не вызвало. Почему именно сейчас уже депутат Элксниш вдруг заинтересовался этой темой? Есть желание переключить внимание жителей города, чтобы самим не оказаться в эпицентре грандиозного скандала? Напомним, еще в июне 2019 года, а тогда еще мэр господин Элксниш и главный держатель капитала теплосетей в соцсетях заверял всех в том, что за шесть неполных месяцев удалось сохранить выделенный Европейским Союзом на этот проект 5 миллионов евро и провести закупочную процедуру в правовом поле. На деле оказалось все наоборот. Со сроками не все хорошо. Результаты конкурса ЦФЛА поставил под сомнение. Один из экспертов закупочной комиссии оказался техническим директором предприятия, которое впоследствии произвело для новой котельной необходимое оборудование. Кроме этого, поставленное оборудование не соответствует проектной документации, о чем заявил на пресс-конференции мэр города Игорь Прилатов. Предприятию необходимо придерживаться изначально утвержденного проекта и тем техническим решениям, которые были утверждены в проекте. Любые какие-то изменения должны рассматриваться и вестись по процедуре, согласовывая с той организацией, которая выделяет финансирование для реализации данного проекта. Риск потерять европейское финансирование в размере 5 млн евро сегодня высок, как никогда. Если это произойдет, то Дагопол с Юлтомтыклей придется финансировать этот проект в полном объеме самостоятельно. Кто в этом случае покроет эти затраты? Вероятно, жители. Управление коммунального хозяйства Дагомской городской думы объявило закупку на восстановление деформационных швов моста Единства. Последняя проверка объекта проводилась в апреле этого года. В результате были выявлены дефекты деформационных швов. Через них стала просачиваться вода, из-за чего начал крошиться бетон, основание опор. Предполагается, что срок строительных работ составит 4 месяца после подписания договора с победителем тендера. В этот период времени движение автотранспорта по мосту будет ограничено. Планируйте, что будет организовано реверсное движение. Городской общественный транспорт – это важная составляющая не только инфраструктуры, но и общей картины современного города. Поэтому, как он будет выглядеть визуально, тоже очень важно. В этой связи Дагопол с Алтексмей решила провести среди жителей опрос, чтобы узнать, какой цветовой гамме они отдают предпочтение, когда речь идет об автобусах и трамваях. Отметим, ежедневно по городу курсирует 57 автобусов и 36 вагонов-трамваев. Принять участие в опросе и написать свой вариант можно, зайдя на сайт муниципального предприятия Дагопол с Алтексмей. Оставить свой комментарий также можно и под статьей на эту тему, которая опубликована на странице предприятия в социальной сети Facebook. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!